28 дней оккупации подошли к концу. Гору Унгар-То, все это время находившуюся в центре внимания, покинули не только узбекские пограничники, но и наши. Приграничная ситуация стала накаляться еще в конце августа, когда семеро сотрудников МВД Узбекистана высадились на горе с двух вертолетов Ми-8. После последовало задержание четверых наших граждан, работников радиорелейной станции, расположенной на горе. Уже 2 сентября местные жители засняли на видео дополнительный заброс узбекских сил, в результате чего общая численность соседей на этом участке достигла 20 человек. И буквально вчера радиорелейная станция вернулась к привычному образу жизни. 18 сентября 2016 года узбекская сторона отозвала своих сотрудников милиции, выставленной на Унгар-То. Об этом было официально сообщено в ходе переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана. Также надо отметить, что пограничники, выставленные в район Унгар-То с Кыргызской стороны, также возвращены на место постоянной дислокации. Такую выходку соседи расценили как откровенный шантаж. Сама по себе гора и работники РРС Кирбен-24 должны были послужить для узбекской стороны разменной монетой для достижения совсем других целей. А именно на требование нашего правительства убрать введенные военные силы Сунгар-То, узбекская сторона предъявила сразу четыре условия, среди которых самым важным было снятие милицейских постов вокруг РТОТОКОЙСКОГО водохранилища для того, чтобы соседи и дальше продолжали пользоваться им как своим собственным. Ранее было заявлено, что узбекская сторона предъявила требование убрать милицейские посты вокруг РТОТОКОЙСКОГО водохранилища, но при этом надо отметить, что на этот раз, когда шли переговоры, по каких-либо требований по линии узбекских пограничных представителей не поступало. Это подтверждает и советник премьер-министра Токон Мамытов. Переговоры как по линии погранслужб, так и по линии МИДа проходили все это время. Правительство Кыргызстана заняло четкую позицию, требует узбекской стороны покинуть спорный участок границы, ссылаясь на ранее подписанные соглашения, в которых говорится, что на территории, где нет взаимного согласования линии МИЖИ, стороны обязуются не вводить военных. Речи об уступках кому-либо в ходе переговоров не было. Однако новость о выводе узбекских милиционеров совпала с другой информацией. Местные жители сообщили о появлении техники, которая стала строить дорогу на соседнюю гору Итальги, куда якобы предполагается перенести станцию. Не потому ли незваные гости покинули Унгар-ТО, что мы что-то отдали взамен. Что касается ретрансляционной станции, то я хочу успокоить и заверить, что ретрансляционная станция Кыргызстана, которая функционирует на горе Унгар-ТО, она будет продолжать работать в том же режиме, в котором она работала до настоящего времени. Вопрос о ее передислокации или перемещении не стоит, и правительство в настоящее время не рассматривает данный вопрос. По словам Токона Мамытова, руководство телекома неоднократно и ранее вносило предложение о перемещении станции на соседнюю гору. Она расположена в глуби территории страны. Но, как подчеркнул советник премьера, до настоящего времени решение не было принято. Кроме того, главным мотивом, который представили работники телекома, были лишь подходящие технические условия, ни в коей мере не связанные с политической или приграничной обстановкой.